Всем привет, ZBrush 2019. Хотелось бы затронуть тему именно кораблестроения, как это всё делать именно в ZBrush, не в Blender, не в 3D Max, а вот именно в этой программе, что она может дать. Опять же, по-простому всё, без заморочек. А усложнять уже будем, когда делать корабль и так далее. А начнём именно с лодки. Потому что это самая лучшая модель, на которой можно понять, как делать корпус. Потому что корабль в основном состоит из корпуса. Так, погнали. Открываем тулы, можно брать любой примитив. Возьмём цилиндр. Всё это дело вот так вот вытягиваем. Жмём Edit, жмём Ctrl D, Ctrl D, Make Polymesh, Теперь Geometry, заходим, делаем Dynamesh, вот так вот. Смотрим, что тут получилось. Ещё раз проводим, всё нормально. Жмём X. Вот симметрия. X отключаем. Нарисуем что-то на одном боку. И попробуем Modify Topology, Mirror and Valve. Всё дублируется, зеркалится, всё нормально. Ctrl Z, Ctrl Z. Теперь заходим в Geometry Size. Уменьшаем немножко модель. И немножко по Y. Вот так всё это дело вытягиваем. Вот, в принципе, заготовка уже есть. Теперь ставим Ctrl Shift. Заходим в кисти, клип, циркл. И попробуем всё это дело обрезать. Лодка немного дутая, и нос заострён. Так что можно вот где-то вот так вот всё дело резать. Смотрим теперь Modify Topology, Mirror and Valve. Вот прикольная уже заготовка получилась. Но вот это вот нехорошо. Давайте вернёмся. Ctrl Z. И вот это ещё резку раз сделаем. Вот так. Подгадаем. Чтобы вот этого бока именно не было. Вот такой он будет уже лучше. Так, всё. Теперь делаем Mirror and Valve. И вот уже у нас заготовка лодки. Следом делаем Dynamesh. Теперь Ctrl Shift можно Trim Rect вверх обрезать. Вот так вот. Вот что-то в таком духе получается. Следом можно ещё вот как бы низ вот так вот подрезать, чтобы была именно вот такая заготовка. Вот что-то в таком духе. Теперь нос вот этот можно обрезать опять же, используя предыдущую кисть, клип Circle. Или можно использовать Dream Curve. Вот этот. Ставим его вот так вот. Нажимаем Alt. И вот так вот можно его заострить. Если слишком острый угол, ещё раз жмём Alt. И вот так его смягчаем. Всё. Вот нос есть. Всё прикольно. Вот с этим теперь можно будет работать. Но вот вы видите, что он вдавленный стал. Это вот нехорошо. Жмём Ctrl Z. И теперь попробуем, наверное, клип цирклом. Вот так всё это дело. Немножко преобразить. Чуть-чуть оттягиваем, чтобы нос зацепить. Ну и где-то вот так вот. Вот уже посудина, в принципе, классная. Так что теперь делаем? Вот это будет у нас вниз. Делаем Ctrl D. Так, Ctrl и снимаем выделение. Смотрим, что у нас с сеткой. Делаем Ctrl W одну полигруппу. И вот теперь надо вот центр этот наметить. Вот так вот. Маской. Вот так её проводим по всему корпусу. Вот. Поле F отключаем. Вот она спроецировалась вверху. Вверху нам не надо. Мы делаем опять же Ctrl. И вот так вот вытягиваем квадрат. И жмём Alt. Очищаем вверх. Вот так вот. Ну, в принципе, можно ещё и вот этот зад тоже очистить. Потому что там ничего нет. Так. Alt. Вот так всё это подчистили. И вот теперь всё это дело можно именно вытянуть. Жмём Ctrl I. И вот так вот немножко всё это дело припускаем. Можно даже если надо вот так где-то перекрутить её. Вот таким вот образом. Вот такая штукенция уже выходит. Вот так это всё выглядит. Так. Теперь Ctrl D. Всё это делаем. И шифтом можно это всё подгладить. Если всё это сильно остро. Вот так вот. Ну и теперь можно именно шифтом вот этот бок выгладить. Вот так вот. Так, следом что ещё можно сделать? Если нас устраивает вот этот вот весь внешний вид лодки. То оставляем. Если нет, можно опять же взять Moff Topology. Ставим кисть побольше. Draft Size. Жмём X. И немножко всё это дело вот здесь вот где-нибудь делаем тоньше. Вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь Draft Size можно сделать поменьше. Вот так вот. И зайдём теперь, наверное, в деформацию. Посмотрим, если что нам даст Relax. Вот такая будет у нас лодка-пласкодонка. Вот это всё можно смягчить. Вот так вот. А вот эту часть можно именно вот так вот вытянуть. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот уже получается прям неплохой корпус. Где-то ещё можно чуть-чуть всё это дело подгладить. Побольше кисть Draft Size. И где-то можно немножко ещё подтянуть. Где-то вытянуть побольше. Вот такая штука. Так. Ну, теперь давайте поработаем с верхом. Сверх вот таким быть не должен. И попробуем, наверное, Ctrl-Shift и кисть теперь другую. Stream Circle вот этот поставим. Другой. Который режет именно внутрянку. Вот так вот попробуем всё это дело вырезать. Вот уже что-то более-менее. И немножко попробуем нос вот этот вытянуть простее. Вот такая штука уже получается. Более-менее похожа на лодку. Вот эту часть теперь можно немножко свести, приплюснуть. Вот так вот. Ну и нос можно чуть-чуть сделать вот так вот поострее. Делаем Ctrl-Shift, снимаем маску, чтобы сетка нормализовалась. Вот такая штука получилась. Так, вот эти бока у лодки можно ещё немножко вниз припустить. Так, кисть побольше. Rough Size. Ctrl-Z. И вот так вот. Shift выравниваем. И вот так её немножко тянем к низу. Вот так. И немножко можно даже вот здесь вот так подзадрать её. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, неплохо. Попробуем здесь вот Drop Size, наверное, пошире сделать. Слишком что-то заузило. Вот такая штука. Так, ну теперь давайте сделаем вычитание. Делаем дубликат. Так, сначала Dynamesh. И теперь делаем дубликат. И дубликат надо вот именно теперь на прозрачности приподнять. Вот так. И немножко уменьшить. В геометре или вот здесь вот Skyl'ом можно. Вот так вот раз. И немножко уменьшить. Смотрим, что да как. Толщина стенок. Можно ещё немножко уменьшить. Уменьшить. Вот так вот. Теперь с помощью MOF и Gizmo можно немножко её тут подредактировать и немножко вот так вот сплюснуть. и по симметрии подбираем стенки. Делаем чуть-чуть потолще, чтобы ломка не пошла. Так, теперь к всему этому делаем вычитание. Нажимаем вот этот значок. Переходим на первый sub-tool. Делаем Merge. Merge down, ok. И снимаем маску. Вот такое прошло вычитание. В принципе, вот лодку, вот этот вот хребет можно у модели второй срезать, чтобы его не было. всё, теперь здесь можно дорабатывать, что-то доделывать, работать именно с задним видом, добавлять текстуру досок. Вот эту часть можно теперь конкретно посмотреть, вот так вот подсадить и немножко даже вот так вот где-то растянуть. Опять же, лодку делаю не по картинке, так что на какие-то детали прошу не обращать внимания. Вот такая она у меня в голове. Вот такой у неё внешний вид. Вот так она после вычитания выглядит. Здесь вот можно немножко сгладить. Потом можно добавить сюда какую-нибудь перемычку, лавочки, весла, текстуру, опять же повторюсь, досок. Вот такая штука. Здесь можно немножко вот так ещё сделать припущенную. А здесь вот можно чуть-чуть вот так приподнять. вот уже повод сделать 3D-модель Старик и море. Вот так всё это выгладить. Сверху и снизу посмотреть. И вот уже, в принципе, неплохая лодка. И где-то можно ещё даже выгладить, чтобы она была глаже. Вот так вот. где-то на картинке видел, что она вот так аж лодка здесь вот так вот опущены. эта часть где-то вот так вот подтянута. вот что-то вот в таком духе. не знаю низ правильно, может вот эта задняя часть ещё срезанная. Ну, в принципе, вот так всё это дело получается. Можно ещё, конечно, поэкспериментировать так вот низа повытягивать. но что-то внешний вид её становится всё хуже. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот такая простая лодка получилась. всё, всем пока, до свидания. В следующем, в следующем ролике будем делать уже, наверное, корпус корабля и уже будут другие детали какие-то корректироваться, где-то будет добавляться отдельные части, вот именно вот этот хребет. Вот что-то будет именно в таком духе. всё, всем пока. так.